МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Уборочная кампания 2016 этим летом оправдала ожидания аграриев. Механизаторы области намолотили более миллиона тонн зерна и таким образом превзошли результат прошлого года почти на 100 тысяч тонн. Лучше сработали и хозяйство Жлобинского района. Здесь при средней урожайности более 27 центнеров с гектара, общий результат более 66 тысяч тонн, что на 9 тысяч тонн больше, чем в 2015-м. Как отмечают жлобинские аграрии, поспособствовала погода и, что немаловажно, ответственное отношение людей к своей работе. Сработали, я вам скажу, что очень оперативно в этом году наши предприятия, сельскохозяйственные все, а равнодушных практически не было в работе. Так что тот потенциал люди, что сделали, заложили, хотя и погодные условия, немножко, я говорю, на начальной стадии июнь месяц, у нас очень засуха была, начало мая и июнь месяц, мы потеряли, мы бы имели прекрасный урожай, но я вам скажу, что на сегодняшний день неплохо мы сработали. За ходом уборочной кампании особо пристально следила Федерация профсоюзов Беларуси. В центре внимания целый ряд вопросов. От соблюдения правил техники безопасности до доставки еды на поля. В конечном счете от правильной организации процесса зависит и продовольственная безопасность страны и здоровье работников. Жлобинский район с рабочим визитом посещает председатель Федерации профсоюзов Беларуси Михаил Орда. Главная цель – выразить свою признательность и уважение героям нынешней уборочной. В открытом акционерном обществе «Бобовские» чествуют два молодежных экипажа, которые намолотили тысячу тонн зерна. Поздравления и подарки получают Виталий Берещенко и Артем Маскалю, а также Максим Калыхан и Павел Андрицкий. Почти у каждого за плечами опыт работы на комбайне, однако такой результат – впервые. Сложно, несложно, но это не случайно уже девятый сезон на комбайне. После колледжа еще работал помощником постоянно, и не первый раз так по району занимал места. Подарки получили и верные спутницы механизаторов, их жены. Женщинам в жаркое время уборочных работ тоже непросто. Работать комбайнеры начинают с утра, а домой возвращаются не раньше 11 вечера. Марина Калыхан на недостаток внимания не жалуется. Главное – успехи мужа. Приятно, когда работа оценивается по достоинству. Каждый год старается быть первым, но получается второй. Один раз только был первым. И, конечно, за него гордые мы, и родители наши, и дети старшие. Приятно видеть, я вам скажу, молодежные два экипажа, которые сегодня дают фору старшему поколению. Они же сегодня тысячники и два молодых экипажа. Вот я смотрю, как стояли их наставники, даже вот это понятие наставничества, когда вот они стоят смотрят, ну молодцы. Я же вижу, они даже не завидовали. Они, наоборот, где-то так вот говорили, что ну молодцы хлопцы, что показали даже лучше нас. Ну потому что молодежь вперед, значит и есть уверенность, что завтра все тоже будет у нас хорошо. Открытое акционерное общество «Бобовский» можно смело назвать крепким сельхозпредприятием с хорошими перспективами дальнейшего развития. Немаловажным фактором в достижении высоких показателей является постоянная модернизация. В хозяйстве ведутся ремонтные работы, устанавливается новое технологическое оборудование. Как результат, выручка от реализации свинины в месяц составляет 17 миллиардов нединаминированных рублей. Средний удой на коробу в молочно-товарном комплексе «Бобовка» более 23 литров в день, что является вторым показателем в области. Ежедневная реализация молока – около 25 тонн. Показатели высокие у нас за счет того, что мы очень плотно взялись за стадо. В прошлый год мы на этой ферме реализовали молоко экстраклассом 61% за год, а теперь мы 81% экстракласса у нас на этой ферме. Вообще у нас по хозяйству 78% мы сдаем экстраклассом молоко. Важным направлением в развитии хозяйства является также стимулирование своих работников. Для тех, кто живет за пределами агрогородка, организован общественный транспорт. Кроме этого, предусмотрено бесплатное питание и выдача натуроплаты. В связи с тем, что проводятся мероприятия по недопущению распространения африканской чумы на территорию комплекса и запрещено содержание свиньи в личном подсобном хозяйстве, работникам хозяйства выделяется по 600 грамм мяса. У нас разработано это как стимулирование, как премия, только в виде натуроплаты. Но, естественно, для того, чтобы получить эти 600 грамм мяса на рабочий день, человек должен отработать календарную норму дней в месяц и, естественно, выполнять задания качественные, добросовестные. Среди ближайших задач хозяйства – наращивание продукции животноводства, уборка кукурузы на силос и зерно, сев озимых зерновых культур. Сельскохозяйственный комплекс региона в этом году задал высокую планку, которую, однако, в следующем году аграрии надеются преодолеть. 4 сентября Рогачев будет принимать участников и гостей Дня белорусской письменности – праздника, который за годы проведения стал настоящим брендом культурной жизни нашей страны. Конечно, хозяевам предстоит немало хлопот. К назначенной дате необходимо привести в полный порядок районный центр. Однако это приятные хлопоты, ведь строишь и ремонтируешь в первую очередь для себя, а потому стремишься все сделать качественно и надежно. К моменту приезда нашей съемочной бригады на календаре было 22 августа. Рогачев встретил приятной теплой погодой. Вокруг кипела работа, трудились буквально на каждом углу, как на центральных улицах, так и на въезде в город. Всего ко дню белорусской письменности планируется отремонтировать, реконструировать и благоустроить более 40 объектов городской инфраструктуры. Ну, пастаться можно будет целым всем городом, конечно, но основная наша нагрузка легла на центральный стадион и на нашу парковую зону, то место, которое станет основным местом встречи наших гостей на дне белорусской письменности. Готовит город к празднику коммунальные и дорожные службы, а также строительные организации из разных районов области. Все прекрасно понимают, что от вклада каждого зависит окончательный результат. За последние месяцы, благодаря совместным усилиям, была проделана колоссальная работа, и Рогачев начал приобретать свой новый облик. В частности, многое сделано по программе развития жилищно-коммунального хозяйства. Это и капитальный ремонт с элементами утепления, благоустройства и зеленения территорий. Кроме этого, были заменены практически все водопроводные сети. Их общая протяженность составила более 12 километров. Таких без преувеличения масштабных работ в Рогачеве ждали давно. Жители уже успели по достоинству оценить сделанное рабочими за последние месяцы. Мы, конечно, очень счастливы в городе, что у нас пройдет такой праздник, что нам выпала честь принимать гостей, писателей, поэтов и других людей, которые приедут к нам на этот праздник. Город преображается. Он становится совершенно другим, прекрасным. Ну, еще идут, конечно, подготовительные работы, но уже видны результаты этого труда. Реконструкция центрального стадиона, учреждений здравоохранения, облагораживание городских парков, создание музея военной техники под открытым небом – перечень проводимых работ довольно обширный. Один из самых значимых объектов, который торжественно откроют 4 сентября в Рогачеве – дом книги имени Владимира Короткевича. Здание, где расположится этот храм литературы, имеет довольно интересную историю. С момента окончания его строительства в 1909 году здесь располагалась земская управа. Спустя 15 лет – дворец труда. Во время войны здание было практически разрушено. В послевоенное время помещения первого этажа были отданы под кинотеатр, а позднее – под библиотеку. После проведения капитального ремонта здесь также появился и книжный магазин «Першацвет». И пусть пока он работает в тестовом режиме, уже отмечается большой интерес со стороны местных жителей. Здесь представлен широчайший выбор художественной и научной литературы, а потому магазин пользуется спросом среди читателей всех возрастов. С каждым днем пользуется все больше и больше. Ну, потому что люди узнают, идут, нравится, говорят, что магазина у нас такого, ну, прям, ну, катастрофически не хватало. Вот, идут. Учителя. Раньше все наши учителя ездили в Минск и в Гомель за литературой, которая им нужна. Сейчас все есть на месте. Помимо магазина и библиотеки, в Доме книги также будет расположен отдел для юных читателей. Ранее он находился в другом здании и не соответствовал современным требованиям. Сейчас же это комфортный и уютный уголок для детей, где они смогут узнать много нового интересного из мира литературы. К тому же их обещают радовать проведением всевозможных увлекательных игр и викторин. Эта библиотека была очень маленькой, а сейчас она больше, просторней и красивей. Я буду сюда ходить и читать Христиан Андерсон, Пушкин и Владимир Короткевич. Обращают на себя внимание и оригинальные творческие декорации помещений Дома книги. К примеру, на стенах иллюстрированы в хронологическом порядке книги белорусских писателей. От Библии Франциска Скорины до современных произведений привлекут внимание и необычные литературные часы. У нас очень много различных задумок, как украсить, как преобразить наш Дом книги. Одна из задумок – это такие стилизованные библиотечные часы, на циферблате которых вместо цифр будут присутствовать книги, в названии которых присутствует определенная цифра. Например, вместо цифры 3 – 3 товарища, 12 – 12 стульев. Ну и так далее, и так далее. Единственная загвоздка – механизм прибудет немножко позднее. Это будут стрелки более полуметра, большие, тяжелые. Механизма нет в Беларуси, он едет к нам из-за границы. Но на день письменности он к нам доберется, и в день письменности часы дают свой старт. Дому книги будет присвоено имя прославленного классика белорусской литературы – Владимира Короткевича. На Рогачевской земле познакомились родители писателя. Здесь же долгое время жил его дедушка. И сам Владимир Короткевич часто бывал в этих местах и всегда восхищался удивительной красотой местной природы. Очень много произведений Владимира Короткевича написано именно на нашей земле. Более того, многие рогачевцы – это прототипы героев Владимира Короткевича, тот же Георгий Валеваха, ну и многие-многие другие. Многие сюжеты, вот описание природы у Владимира Короткевича – это все описание природы нашей рогачевской земли. Традиционно праздник белорусской письменности проводится в городах, центрах просвещения, культуры и книгопечатания – местах с богатым историческим наследием, с которым неразрывно связана жизнь известных деятелей Беларуси разных времен. Рогачевская земля богата на талантливых и самоотверженных людей. Тут родились и получили путевку в жизнь, известные сегодня не только в нашей стране, но и за рубежом – ученые, художники и мастера слова. Когда мы говорим о Рогачеве, то вспоминаем не только имя Владимира Короткевича, но и таких писателей, как Андрей Макоенок, Михаил Лынков, Михаил Рассолов, а также академика Российской экологической академии Анатолия Ястребова, доктора исторических наук Василия Щербакова, художника Анатолия Каплана. В школе искусств проходить мероприятие «Каплановское чтение». Дело в том, что наш знаменитый земляк Анатолий Капланов, это наш Рогачевец, приедет. Здесь уже третье «Каплановское чтение» мы будем проводить на базе школы искусств. Так что ждем много гостей из Санкт-Петербурга прежде всего, с участием самого мецената Исаака Яковлевича Кушнира, который городу подарил оригинальные работы Каплана уже где-то более 200 тысяч евро. Всего в программе Дня белорусской письменности планируется около 70 мероприятий. В их числе научно-практическая конференция, выставка СМИ Беларуси, праздник литературных дожинок. Интерес вызовут всевозможные подворья, а также такая новая форма развлечений, как литературные квесты. Кроме этого, будет работать площадка для людей с ограниченными возможностями. Ожидается телемост с городами-побратимами, а также проведение международного круглого стола писателей с участием представителей 12 стран. Приглашены у нас, кроме звезд белорусской эстрады, которые будут принимать участие, это и театр Горького, в котором будет премьерный показ для рогачевцев спектакля «Песняр». Будет очень много иностранных гостей, представителей белорусских диаспорт с ближнего и дальнего зарубежья. Будет союз письменников «Россия, Украина, Белоруссия». Ожидается, что день письменности, который пройдет в Рогачеве 4 сентября, заложит совершенно новые традиции. О некоторых из них говорили во время последнего заседания Республиканского организационного комитета с участием заместителя премьер-министра Республики Беларусь Натальи Качановой. Очень интересное такое предложение. Подарки от тех гостей, которые будут приезжать на праздник. А подарок – это будет книга. И вот таким образом будет скомпонован библиотечный фонд, который будет передан городу Рогачеву в библиотеке. Поэтому я думаю, что это тоже одна такая интересная инновация, которая, я думаю, станет традиционным при проведении таких праздников уже в других регионах и городах нашей страны. Кроме этого, на заседании обсуждались вопросы приема и размещения гостей, организации торговли и меры безопасности. Очень важно, чтобы праздник прошел на высоком организационном уровне и надолго оставил яркие впечатления у гостей и жителей Рогачева. Конечно, нам важно, чтобы приехало побольше гостей сюда. Праздник этот уже завоевал и полюбился жителям нашей страны и гостям нашей страны. Поэтому мы надеемся, что он пройдет, как всегда, интересно и празднично. А пока строители завершают работы по созданию современного облика Рогачева, здесь без сомнений пройдет незабываемый праздник, обновленный город и в дальнейшем будет радовать своих жителей и гостей. Для работников отрасли образования август месяц жаркий не только из-за погоды. Несмотря на то, что в это время школьники еще на каникулах, в учреждениях образования кипит напряженная работа. Педагоги завершают последнее приготовление к новому учебному году. Делается все для того, чтобы 1 сентября в обновленных классах ребята с удвоенной энергией погрузились в мир знаний. Для учащихся средней школы номер 3 города Рогачева день знаний в этом году станет особенным. В учреждении образования, построенном около 50 лет назад, давно назревал капитальный ремонт. Реконструкция началась 2 июня, что совпало с проведением активных работ по подготовке города ко дню белорусской письменности. Всего за 3 месяца, благодаря общим усилиям строителей и волонтеров, школа вместе с прилегающей территорией изменилась до неузнаваемости. Принимало участие, в помощи нам оказывали и родители, тоже им большое спасибо, и дети, и волонтеры, как нашего района, так и Жлобинского района. То есть все, кто был неравнодушен к красоте нашей школы и нашего района, все принимали большое участие. Изменения затронули и вторую школу. Главный акцент был сделан на ремонте кабинетов, преимущественно хозспособом, на переоборудовании стадиона и приведении в порядок прилегающей территории. Также здесь все лето действовали оздоровительные лагеря. Дети не только участвовали во всевозможных культурных и развлекательных мероприятиях, но и оказывали помощь своим учителям при подготовке к новому учебному году. На базе нашей школы работает волонтерский отряд. Участвовать в этом отряде может любой желающий. Ну, коллектив, конечно, меняется. Это не постоянный состав. Детки, кто-то работает с утра до обеда, кто-то после обеда работает. Ну, принимают всегда активное участие, работают с желанием. Привозили в порядок и учреждения, расположенные в сельской местности, в городеской вспомогательной школе-интернате, где обучаются и постоянно проживают около ста детей, оказавшихся в непростой жизненной ситуации, был реализован иностранный проект. Итальянский фонд «Поможем им жить» оказал спонсорскую помощь более чем на 50 тысяч евро. Работали две недели. За две недели провели огромный объем работ по реконструкции. Сделали нам душевую комнату отдельную, что, в принципе, позволяет нам отказаться от услуг бани, которая уже в ненадлежащих условиях. Это коснется в финансовом плане, потому что баня, помыть в бане детей, ну, обходится отдел образования в хорошую сумму. Год более ста миллионов мы экономим. Большая работа при подготовке к новому учебному году была проделана на всей территории Рогачевского района. Ни одно учреждение образования не осталось без внимания. Создание безопасных условий для обучения сегодня одна из основных задач. К тому же педагоги уверены, что благоустроенная школа способствует желанию детей получать знания. 1 сентября в Рогачевском районе за партой сядут около 6 тысяч ребят. И, несомненно, обновленные и более уютные школы поспособствуют достижению высоких результатов в новом учебном году. Традиционный летний период – это и время работы студенческих отрядов. Молодежь сегодня стремится проводить каникулы активно и с пользой. Это возможность неплохо заработать, приобрести новые знакомства, а также навыки, которые пригодятся в дальнейшей жизни. В Жлобинском районе этим летом было трудоустроено около 700 человек. Как показывает практика, интерес к такому виду деятельности с каждым годом у ребят повышается. И потому формировать студенческие отряды начинают за несколько месяцев. Еще с марта месяца, с конца марта, мы начинаем формировать банк данных желающих трудоустроиться. Молодые люди приходят, заполняют у нас анкету желающего трудоустроиться, оставляют свои контактные данные, по которым мы в дальнейшем можем с ними связаться. Затем мы начинаем созваниваться с возможными работодателями. И первые, кто ребята пришли, естественно, они трудоустроятся раньше, чем остальные приходящие. Молодежь работает в составе сервисных, экологических, строительных и сельскохозяйственных отрядов. К слову, последние являются самыми популярными. Один из таких сельскохозяйственных отрядов расположился на территории Жлобинского государственного профессионально-технического колледжа. Я работаю тут месяц. Мне нравится тут работать. Тут очень дружные ребята. Я работаю в сельскохозяйственном отряде. Я нашла новые знакомства, новых друзей. Мне нравится тут работать. Тут очень весело. Лето удалось. Работаю тут недолго, всего лишь две недели. Но за две недели у меня сложилось очень хорошее впечатление. Тут очень хороший коллектив, приятно работать, интересно. То есть с мастерами мы, помимо того, что мы работаем, мы еще изучаем очень много растений, которые очень пригодятся в будущем для поддерживания здоровья. Работают ребята на территории уникального питомника – лекарственных растений. Заложен он был более 20 лет назад педагогами Жлобинского государственного профессионально-технического колледжа совместно с учеными Академии наук. Этот уникальный питомник был заложен в 1992 году. На нашем питомнике выращивается больше 100 лекарственных пряных трав. Весной, летом и осенью ухаживаем, выращиваем. Зимой мы также делаем из наших трав чаи. Для ребят, которые трудятся на территории питомника, это не только возможность заработать и узнать, как правильно выращивать и впоследствии использовать лечебные травы. По итогам летнего трудового семестра для самых активных и целеустремленных предусмотрены подарки и дипломы от районного комитета БРСМ. Добросовестно трудиться, весело отдыхать и идти с улыбкой по жизни – таков девиз этих творческих и креативных ребят – работников белорусского металлургического завода, которые прославляют свой Жлобинский край на сценических подмостках клуба «Веселых и находчивых». За плечами молодых стелеваров участие и победы в многочисленных играх КВН в Белоруссии и России. Команда с говорящим названием «Все встали», несмотря на свой довольно юный возраст, уже громко заявила о себе. Создание команды «Все встали» датируется 2013 годом. В этом году мы отпраздновали свое трехлетие. Создавалась она по инициативе вообще профсоюзного комитета. Мы поддержали эту идею. К тому моменту мы, обучаясь в металлургическом колледже, участвовали в различных первокурсниках, участвовали в различных концертах. И, в принципе, идея нам понравилась. Мы зажглись. Первый свой сезон мы считаем очень успешным, потому что с первого сезона мы попали в межрегиональную лигу КВН Полесье в городе Гомеле и дошли до финала. И в этом же году мы выиграли Гомельскую лигу КВН. Благодаря своему таланту и трудолюбию команда уже неоднократно становилась призером различных престижных юмористических состязаний. На счету жлобенчан победы в Гомельской и Могилевской лигах КВН. Титул чемпионов Минской премьер-лиги Клуба веселых и находчивых. Эти достижения позволили ребятам получить завидную путевку на 27-й международный фестиваль команд КВН в городе Сочи. Слушай, в больнице! В Курске жлобенская команда «Все встали» с триумфом отыграла несколько игр и прошла в полуфинал. В октябре металлургам предстоит серьезная юмористическая схватка за выход в финал. А потому подготовка уже сейчас идет полным ходом. Талантливые артисты могут придумывать шутки на ходу. Однако, как они сами признаются, это не такой уж простой процесс, как может показаться на первый взгляд. Процесс создания шутки, он у всех идет по-разному. Кто-то кому-то легче это придумывать дома. Например, мне там и еще некоторым людям легче придумывать на работе. То есть, когда ты работаешь, то есть физический труд, он освобождает голову, и ты уже там, грубо говоря, начинаешь что-то придумывать. Есть количество шуток, которые рождаются непосредственно на репетиции. Кто-то что-то сказал, зацепили-зацепились, превратили это в шутку, далее миниатюру и так далее. Но есть такие, которые уже рождаются непосредственно прямо за 5-10 минут до выступления на генеральных репетициях, когда ты прогоняешь. А вот здесь можно что-то добавить, мы добавляем. О чем шутят жлобинские металлурги? Преимущественно о том, что им хорошо известно. Предпочитают обыгрывать в своих миниатюрах заводскую тематику. Взрослый юмор о настоящих мужчинах. Но вместе с тем не забывают и о других актуальных темах, подкрепляя их искрометными шутками в своей оригинальной манере исполнения. Так это что, я вас должен тренировать? Да. То есть это у вас должно быть 6 кубиков пресса через месяц? Да. То есть это вы должны от груди сотку жать через неделю? Да. Это вы должны на одной руке улететь отжиматься? Да. Счастливо. Так, что тренировать? Совмещать физический труд и творческий процесс, казалось бы, довольно непростая задача, но только не для жлобинских ковынщиков. Я назову это, наверное, разрядкой. На работе один процесс, здесь немножко другой процесс. Ну, оно, как это сказать попроще, взаимосвязано между собой. Вот, допустим, ты целый день работаешь на работе, у тебя там умственная работа в одну сторону направлена, ты приходишь и направляешься в другую сторону. То бишь, ну, оно интересно, классно. Российские зрители встречают белорусов очень дружелюбно. Они, в свою очередь, радуют публику нашим национальным колоритом. Своебразной изюминкой каждого выступления жлобинчан становятся номера, звучащие на родном белорусском языке. Золото, это шеи стоят белорусы, суровые лопты и кои, без труда, ранее мы были вам удобнее, готовы. Участники жлобинской команды КВН все встали. На достигнутых успехах останавливаться не собираются. Они продолжают уверенно двигаться к новым творческим свершениям. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин